Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в среду. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодня обзор рынка с вами проведу я. Хотелось бы сразу отметить, что ключевые и самые важные события сегодня будут по таким инструментам, как британский фунт, американский доллар и ситуация по нефти. Ну, а, конечно же, мы уже с вами знаем, что золото преодолело отметку в 2000 долларов, а серебро сейчас очень стремительно растет. Поэтому рынок переполнен событиями, на которых мы сегодня с вами будем торговать. Ну, в первую очередь, давайте разберем ситуацию с Британией. Сегодня в 11.30 выходит статистика, это индекс потребительских цен в сфере услуг. Очень важное событие, которое, как правило, всегда оказывает влияние на британскую валюту. В 15.15 по статистике каждую среду выходят изменения числа занятых вне сельскохозяйственной сфере в предвкушении нонфарма, который будет в пятницу. Это достаточно важное событие, за которым следят трейдеры по всему миру. Ключевой, наверное, инструмент, который подвержен влиянию, это индексы, это валютные пары с американским долларом. Ну, к примеру, сейчас евро-доллар торгуется на отметке 1.18. Вот в самом начале 1.18.10, 1.18.15. На мой взгляд, что евро-доллар остается в достаточно сильном восходящем тренде, и мы обязательно протестируем отметку 1.19. Я жду, что тестирование даже произойдет сегодня в течение торговых сессий. В 17.30 по московскому времени выходят запасы по нефти. Нефть торгуется на отметке 44 доллара. Мы продолжаем ждать на отметке 45. И в целом уже после этого уровня ожидаем какой-либо коррекции, коррекция вниз до отметки 40-38. Но на мой взгляд, в 45 уровень будет протестирован. Это очень важное событие. Хотелось бы также отметить то, что золото протестировало уровень 2000 долларов, и не просто протестировало, пробило и закрепилось выше этого значения. Мы с вами ждали золото на 2000 долларов, как помните, к пятнице прошлой недели. Но золото обновило свой исторический максимум ко вторнику. Следующую цель ставим 2100 и 2200 долларов, соответственно. Учитывая текущую динамику, для золота это уже получается менее 10%. Цель вполне достижимая. По периоду, когда мы достигнем этих значений, я думаю, что в перспективе двух месяцев. На август и сентябрь. 2100 и до конца года 2200 и выше. В соответствующей динамике золота очень интересно может показаться, не просто показаться, а являться это серебро. Текущее значение у серебра 26 долларов. И очень хороший потенциал к росту. Потому что ближайший достаточно сильный уровень, от которого можно ждать существенной коррекции, на мой взгляд, это уровень 35 долларов. Поэтому сейчас я рассматриваю покупки до этого значения. Да, это высоко, но в перспективе трех-четырех месяцев, я думаю, эта цель вполне достижима. Также мы с вами на прошлой неделе обсуждали ситуацию с натуральным газом. На тот момент он не стоил и 2 долларов, но сейчас мы видим достаточно сильную бычью динамику. Мы с вами прогнозировали, что 2 доллара будет преодолен. И что мы с вами как раз-таки сейчас и видим. На мой взгляд, что это уже тенденция к развороту. И следующую глобальную цель я ставлю в 4 доллара. Я считаю, что натуральный газ развернулся и сейчас будет рост. Ну а с вами был Александр Наконичный. Я желаю вам успешной торговли. Всего вам наилучшего.